Всем здорова! А перед началом видео я вам рекомендую канал Автомейкер ТВ. Парень снимает про белую тревашку. Он уже успел поставить гранты зеркала, показал как их надо доработать, чтобы установить их на Самары. И вообще очень много всего поставил, поэтому рекомендую ребят к просмотру. Сам на него подписан, поэтому ссылочки все оставляю в описании, канал реально годный. Я рекомендую только реальных ребят, которые заслуживают подписки, лайка и просмотра. Добьем ему до 2000, чтобы он был счастлив и делал контент еще лучше. Ну а мы начинаем новую серию. Сегодня у нас необычная серия. Погнали! Сейчас буду менять подсветку номера. Одна горит желтым, то есть галогеновая лампа. Одна вообще не горит. Вот взял вот такие вот диоды, автовинс, в Ашане, цокольце 5В, 12 вольт. Стоимость диодов в 158 рублей. Также, ребят, еще купил вот такой вот спрей-баллончик, удалитель наклеек, чтобы очистить вот этот клей от ведровиков. Поэтому погнали, сейчас покажу, как заменить диоды в подсветке номера и очистим. Берем вот такую вот минусовую отвертку. Поддеваем с правой стороны лампочку. Отцепляем клеммы. Далее снимаем пыльник. Благин, ребят, вообще стоит рублей 50. И вставляем лампочку новую. И чекаем. Вот плюс здесь, минус вот здесь. А если вы ее поставите другой стороной, гореть лампочка не будет. Теперь собираем обратно эту лампочку, вытаскиваем эту и ставим здесь. Здесь она вообще не горела. Короче, ребят, это какая-то жесткая штука. Сейчас я ее нанес. Написано подождать 30-40 секунд и типа смывать. Но все равно не так, как хотелось бы. Я думал, он прям сразу разъестся и все. Ребят, лютая хрень. Вообще не советую. Golden Snail оттер половину. И то в течение часа я оттирал. Здесь все круто, ребят. Потом эта хрень. 140 миллилитров. Ее хватило только на полторы двери. Я оттер ровно половину. Вот еще осталось. Лишние выброшенные 200 рублей, считай. А диоды вот так вот круто горят. Мне очень нравится. Впервые поднимаю тренажку на подъемнике. Надо, пока глушитель новый, выхлоп не пришел, починить старый выхлоп, потому что он очень сильно шумит. В соединении с резонатором и полком отсутствует, ребят, это, хомут. Алло. Я думал, вот этого хомута нет, а оказывается, здесь, ребят, вот что. Так что будем ждать, пока выхлоп придет. Смотрите, все обработано мастикой. Ребят, будете смеяться, но знаете, что я сделал? Я, короче, сдал витки от пружин в чермет. 25 рублей мне за это дали. Там 2,9 кг было, где-то 8,5 рублей, что ли, за килограмм, вообще копейки. Брызговики мы сняли. Вид поменялся, бомбой вид стал, конечно. Очень жду, когда придет выхлоп. Выхлоп я хочу поставить сильнее, чем бампера, потому что... На вот этом тракторе ездить не очень комфортно вообще. Пронесло, ребят, проехали. Ребят, автомобили, как и другие технологии, не стоят на месте, а очень быстро развиваются. И есть те, кто зарабатывают на этих технологиях. Хороший пример этому – это компания FTC. Компания, которая знает, куда инвестировать. Криптовалюты, блокчейн, искусственный интеллект – одни из направлений для инвестирования. Возможно, вам эти слова покажутся незнакомыми, как и мне до недавнего времени. Но тут даже не надо думать. Всю работу за вас сделает компания FTC. Требуется лишь создать аккаунт на сайте, пополнить его от 100 рублей, выбрать срок инвестирования от одного дня до одного месяца. Ладно, что я вам рассказываю. Сейчас на своем примере все сам покажу. Я решил сделать депозит на 7 дней на 15 тысяч рублей. Опа-на, за 7 дней я могу заработать 1361 рубль. Ну, то есть 1,2% от суммы в день нам начисляется на наш счет. Давайте создадим депозит на 15 тысяч рублей, а через 7 дней я получу 16361 рубль. Все, ребята, депозит успешно создан. Через неделю я стану богаче на 1360. На момент выхода видео все проверено и работает. Все ссылки на FTC будут в описании, ну а мы продолжаем. В общем, ребят, целую неделю ходил грустный. То, что не будет видоса, то, что нечего снимать, так как я сделал очень большой заказ и до сих пор он мне не пришел. Там выхлоп, бампера и прочее, все. Но вчера мне написал зритель, подписчик о том, что он занимается изготовлением карт под автозвук. Завтра я ему повезу свои карты. Сейчас загоняю тренажку на мойку. Вот, ребята, есть такой вариант, но у нас будет пожестче. То есть это двадцатка с 16 и рупор. А у меня будет четыре двадцатки и два рупора. Это такой повседнев. Мы уже сделаем более мощный автозвук. Короче, часто спрашивают, «Как вы ездите тонированные по городу?» Объясняю. Я стараюсь не ездить по съездам, выездам, короче, там, где могут стоять сотрудники. Я езжу только по кольцевой автодороге. И даже если они стоят на выезде на МХАТ, это Московское кольцо автодорога, или на съезде, я стараюсь на этих съездах не выявляться. Я объезжаю. Вот. Ну, естественно, приходится жертвовать, потому что нафиг надо. У нас сейчас начали даже в Москве выписывать предписание. Поэтому с ними надо бороться и объезжать их. Вот. Ну и предписание, как бы, в интернете видосики. Посмотрите, как обойти предписание, потому что, в принципе, оно сейчас незаконно. В статье 12.5 КОАП РФ, Управление транспортным средством, светопропускание которых стекол не соответствует, типа, ГОСТу, не написано про выдачу никаких предписаний, требований и представлений. Поэтому не давайте им, как бы, обмануть себя. Сразу пишите в жалобу на сотрудника, в прокуратуру, МВД и в следственный комитет. Это я вам объясняю, говорю словами человека, который посмотрел просто видосики на ютюбе и будет делать так, как там сказали. Не, ну, как бы, юристы, красавчики объясняют про тренировку. Это вообще, это очень круто, потому что, блин, в арделе совсем. А так, я всегда культурно стараюсь разговаривать. Мне еще ни разу предписание не выписывали в Москве. В общем, сейчас еем, снимаем карты. И завтра еем отдавать их Паше, который сделает из них произведение искусства просто. Надо заправиться. Хера тут болт. Два слоя, да. То есть тут сплен, вот этот, там вибро, тут шума или наоборот, короче. Все, ребят, теперь идем на ту сторону. О, одна все-таки осталась тут. Проблема пистонов. Пистоны, которые твари не хотят вылазить, остаются в дверях. Все, ребят, я все снял, ручки прицепил, чтобы можно было дверь открывать нормально и закрывать. Евроручки, кстати, я даже не думал о них. Вы мне написали поставить евроручки, они тоже будут, так что все четко. С этой стороны я вывел стеклоподъемники обратно прицепил, чтобы можно было пользоваться открыванием стекол. Поэтому все, ребят, ждем завтрашнего дня и едем уже к Паше. Все, кстати, ребят, можете меня поздравить. Мы победили клей от молдингов. Мы его полностью устранили. Вот, все чисто, все ровно, все круто. Субтитры подогнал «Симон» И так, ребят, встретились с Пашей. Человек, который будет делать мне обшивки. Вот, отдаю Паше обшивки. Сейчас покажу, что хочу. Слушай, ну, скорее всего, вот как-то так желательно хочется сделать. Возможно будет? Да, легко. Вот, то есть 4 двадцатки, ребят, и 2 рупора. Напишите еще в комментариях, сколько сделать рупоров, там, 2 или 3, может, можешь еще в стойки добавить. Но Паша говорит, что если добавить стойки еще рупора, то они будут глушить. Вот. Я как бы поверю. Поэтому, если не будет хватать, потом стойки дополнительно еще сделаю, как отдельная серия будет. А так, пока останавливаемся на этом варианте, может, еще зритель, слушай, напишет что-то, я тебе напишу. Не вопрос, добавить всегда легко. Можно в процессе работы, пока это все делается будет. Делаем 4 двадцатки и 2 рупора, вот как на этой фоточке. По изготовлению это сколько? Ну, где-то в районе, там, 5-6 дней, там, плюс-минус. Ну, то есть, сегодня суббота, в следующую субботу, там, в воскресенье мы встречаемся, уже будет готово. Какие компоненты будут использоваться? Ну, деревянные кольца под 20-й, также под рупор, натягиваются лайкрой, обмазывается смолой, а потом все это вырезается, прокладывается стеклоткань, опять же, также все это обмазывается в 2-3 слоя, все, потом шпаклюется, выводится и подготавливается либо под покраску, либо под обтяжку. А чем будет обшиваться? Ну, обтягиваться термокожей будет. А полностью или только эта сторона? так как ты делаешь полностью боковушки, были бы накладной подиум. Это тоже будет обтягивать? Да, это все будет. Все круто, отлично. Сейчас еще, ребят, один неприятный момент у меня был. Я подписчику отдал американке для того, чтобы он мне их спаял там и поставили мы в двенашку. Это было полтора года назад и в итоге он пропал. Я надеюсь, что Паша не попадет с моими ошибками. Нет, нет. его искать. Ну, как бы все бывает. Извини, Паш, то, что ты так говорила. Да, да, да. Люди разные сейчас. Кстати, ребят, еще придет во вторник мне огромная посылка вместе с бамперами, выхлопом. Так что ждите. Напишите, что лучше первым поставить, бампера или выхлоп. Короче, начинаем курочить тренажку, как говорил предыдущий владелец. И давайте сразу тут прям концовочку сделаю сейчас возле тренажки. Итак, ребят, на сегодня все. От вас лишь требуется написать, что вы хотите. Возможно, по мощности динамиков, по номиналу, тому прочему. Так как с размером мы определились. Это 4 двадцатки в каждую дверь и два рупора. Еще напишите, какой размер саба вы хотите. Вот, тоже интересно ваше мнение. А по фирме мы определились. По фирме на 90% это будет только Орис, так как они будут выступать спонсорами постройки данного проекта по автозвуку. Также напишите какую-нибудь магнитовую процессорную с наибольшим количеством РЦА выходов. Просто я нашел только за 7 тысяч Sony S, 5 тысяч Bluetooth. Ну, дорого. Может, подешевле есть какие-то варианты? Потому что вообще машина пустая по звуку. В принципе, вот и все. Так что будем ждать изготовления наших обшивок и ждать результата. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на инстаграм и ждите новых видосов. Автозвук начало, старт проекта. Всем пока. Думаешь, даже дубляж делать? Дубляж и генератор поменять. Смотрите, ребят, у нас тут три Самары, четырка с губой. В общем, все, разъезжаемся по домам монтировать видосик. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова